Здравствуйте! Я сейчас хочу вам рассказать, чем образование отличается от обучения. Вот обучение, если вы обучаете кого-то работе, я не знаю, системы Windows, операционной системы Windows, или обучаете вождение автомобиля, то вы должны ему всё объяснить от и до, сплошь. Любое место, куда ни ткни, он должен знать. Ну, понятное дело, что сразу не получится, он должен поработать с этим Windows, или поуправлять машиной, станет опытным водителем, опытным юзером. Вот это называется обучение. А вот образование – это немножко другое. Понимаете, образование гораздо шире, чем просто понятие обучения. Вы образовываете некого человека. Если обучение можно сравнить таким вот с гладким, хорошо заасфальтированным местом, по которому можно удобно ходить, пройти в любую, значит, сторону, да, куда ни ткни, везде всё знаете, то образование больше похоже на кочки в болоте, да. То есть вы с кочки на кочки можете прыгать. Вот оно, болото с кочками. А тут такая ситуация. Вот вы что-то знаете, какой-то вещь, и там что-то знаете в другом месте, и ещё где-то знаете. Вот между ними не очень хорошо знаете. Но вот отдельные опорные места вы знаете. И, в принципе, если уж потребуется где-то вот, вы можете, это, в принципе, если потребуется, вы можете вокруг этой кочки настелить гать, слово такое гать, слышали, да? Вот такие, проложить вокруг какой-нибудь там брёвна, ветки, фашины, и, так сказать, увеличить свою вот площадь знаний, да, соединить две соседние кочки. Вот. А так с кочки на кочку, с кочки на кочку, с кочки на кочку. Вот это смысл был образования. К сожалению, в наше время вот как-то вот это вот ушло куда-то. И, ну, началось это со школы, наверное. Я буду гундить, как это называется, гундить, брюзжать, ворчать. Вы выбирайте любой глагол для обозначения того, что я сейчас буду делать, но план послушайте. У нас так получилось, что сейчас школьники, абитуриенты вузов, в общем-то, не сдают практически экзамены вступительных. Они сдают после школы ЕГЭ. И выбирают тот комплект ЕГЭ, который нужен для поступления в тот вуз, который они себе выбрали, да, или в то направление вот вузов, который они себе выбрали. И всё. Когда мы это учились, мы там больше десятка экзаменов сдавали. И история, и география, и химия, и физика, и математика, и геометрия. Ну, в общем, долго перечислять я всё время потрачу на это. И так человек вот эти кочки, он во многих местах соображает. И дальше у него, на этой кочке он стоит, у него появляются потребности. Он читал научно-популярные журналы. Да, и причём читали научно-популярные журналы не только, вот так сказать, интеллектуалы, да, люди интеллектуального труда. Ну, и вот люди физического труда, рабочие. Журналы пользовались спросом. Тиражи у них огромные были. Ну, вот широко распространение имел журнал «Наука и жизнь». Там миллионные экземпляры были. Для таких немножко эстетов от науки, журнал «Знание и силы» – это там где-то меньше полумиллиона. Журнал «Природа» – под сотню тысяч или больше. Это уж для самых продвинутых, так сказать, читателей, типа меня. Журнал «Земля и вселенная» – он ещё меньше тираж был. Так вот, я, значит, вчера был в библиотеке и поинтересовался тиражами этих журналов. Журналов теперь больше в открытом доступе нет этих. Да, их надо заказывать. Оказывается, журнал «Природа» – тираж, что-то меньше трёхсот экземпляров. Меньше трёхсот экземпляров. Журнал «Земля и вселенная» – там чуть больше двухсот экземпляров. Представляете? Вот такие вот тиражи стали в этих журналах. И я вот для сравнения. Блоги мои, вот эти вот байки смотрят людей больше, чем тираж этих журналов. Несколько сотен их смотрят. Там четыреста, пятьсот. А есть популярные у меня блоги, там по полторы-две тысячи. Да, понимаете как? А вот что, значит, двести пятьдесят, триста экземпляров? Это на полмиллиона человек – один экземпляр. Всё. На один субъект федерации – три экземпляра. Удачи вам, всех благ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!